541-3002 и 541-3009. Это номера телефонов рабочей комиссии по вопросам медицины, которая создана при Сергиево-Посадском городском совете депутатов. Комиссия призвана в комплексе рассматривать вопросы медицинского обеспечения в Сергиевом Посаде. Очередное заседание прошло в районной администрации. Спасибо большое главе района Михаилу Юрьевичу, которые тоже нашел время, с которыми очень нравится графики поучаствовать в нашей комиссии. И мы пригласили к участию всех желающих, в первую очередь, нашей всей общественной организации, ветеранам, спасибо, Алексею Юрьевичу, когда здесь присутствует, всех сторонних, интересующих людей этой тематикой, для того, чтобы каким-то образом этот вопрос сделать публичным, открытым. Рабочую комиссию по вопросам медицины возглавил Алексей Вохминцев. Его заместителем стал Андрей Мордасов. Среди наиболее актуальных вопросов – это обеспечение лекарственными средствами жителей Сергиева Посада. Необходимых лекарств, которые назначают врачи, которые выдаются в самой больнице. Вот, в частности, Мария Коева, жительница, пишет, что лежала на сохранении. На сохранении персоналу все отлично, претензий нет, но все лекарства, которые назначал врач, они отсутствовали. И говорили спуститься вниз и купить необходимые лекарства. И попросить родственников принести. Приобретение лекарственных препаратов – прерогатива Министерства здравоохранения Московской области. Слушайте, лекарства нет. Что делать? А у меня денег нет. Или родственники? Понятно. Что делать? Отвечаю. Что делать? Мое предложение, как мы можем там в больнице, по всех медсанчастях, стационарах поставить, как вы знаете, у нас там, например, в группу города. Ящик жалоб. И Сан Саныч обязуется неофициально нам с вами говорить, что, не знаю, два раза в день, там, три раза в день ответственное лицо будет к этому ящику подходить, закидывать в дорогу и доставать, чтобы там были конкретные вопросы, конкретные жалобы. И сразу, в прямом эфире, сразу в режиме онлайн реагировать. По словам представителей рабочей группы, необходимо отработать механизм получения льготных лекарств. Ответственность за доставку должна ложиться на сотрудников аптек. На сегодняшний день четкого взаимодействия пока нет. Насколько я знаю, около 50% не приходит в препараты. Около 50%. Мы этих поставщиков просто должны к ним обращаться. И не только обращаться на них, строчить на них, потому что вот это недопустимо. Что делается на местах? Заявки делаются во всех учреждениях сообразно количеству этих льготников. Это первое. Дальше формируется общая заявка за весь Сергиево-Пасарский район и централизованно представляется в Министерство здравоохранения Московской области. Закупочную деятельность на конкурсной основе выполняет Министерство здравоохранения Московской области. И далее обратная связь. Эту тему держат на постоянном ежедневном контроле. Я не побоюсь заверить ответственности, которая прослеживается на всех этапах. Но все равно, к сожалению, как бы мы не отслеживали ситуацию, перебои со своевременной поставкой препаратов не по вине медицинских работников происходят. На встрече говорили о проблемах, связанных с электронной регистратурой и записи на прием к врачу. По словам медиков, это связано с глобальной автоматизацией здравоохранения, которая происходит в стране, в том числе и в Московской области. Основная цель – создание единой электронной базы данных. Пока же единая автоматизация здравоохранения дает сбой. По словам медиков, в ближайшее время систему усовершенствуют. И с тем, чтобы весь медицинский документ, наоборот, отшлялся в электронном виде. С тем, чтобы вне зависимости от того, на какой территории человек получал медицинскую помощь, следующий, так сказать, его визит к врачу, если даже это бы случиться на другом конце Российской Федерации, все, что было накоплено, вся информация о здоровье накоплена на предыдущих этапах, была бы доступна любому доктору, там, где эта необходимость возникла. На встречу поднимали вопросы и привлечения молодых специалистов. Выпускники районных школ каждый год поступают в медицинские вузы страны. Мы ежегодно совместно с районной больницей, с отделом кадра, Минздрава направляем по 30 выпускников. Следующая наша задача, ну, конечно, чтобы они поступили, это их задача, чтобы они вернулись к нам в район. Социальные гарантии есть, в том числе и предоставление жилья. Для врачей-специалистов готовы выделить 8 квартир. Полина Иноземцева, Антон Коврижных, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова